Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники госавтоинспекции решили обучить жителей города правильному использованию электросамокатов. Вялость, сонливость и плохой аппетит. Как распознать солнечный удар и обезвоживание у четвероногих? И чем можно помочь домашним питомцам в жару? Губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ в день воздушно-десантных войск России. По словам главы региона, самарцы свято хранят традиции десантного братства. Многие из тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, сегодня занимаются военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, помогают ветеранам, семьям погибших сослуживцев, инициируют проведение памятных и патриотических мероприятий. Губернатор отметил, что абсолютное большинство жителей нашего региона благодарны воинам и ветеранам за труд, честную службу и верность своему патриотическому и гражданскому долгу. А голубой берет всегда будет символизировать безграничную смелость, любовь к нашей великой отчизне и готовность в любой момент встать на защиту родной земли. А центральной площадкой празднования дня воздушно-десантных войск в Самаре стала площадь Славы. С подробностями Светлана Тимофеева. Елизавета Изюмова вместе с мужем и сыном утро провели на площади Славы. День воздушно-десантных войск для семьи особенный. Это большой праздник для нас. У нас отец мужа-десантник, муж-десантник, вот сын маленький, надеемся, тоже будет десантником. Воздушная пехота стала собираться на площади задолго до начала торжественной церемонии возложения цветов к горельефу скорбящей матери Родине. Голубые береты обмениваются новостями, вспоминают забавные случаи со времен службы. Вспоминается, как один боец очень сильно испугался и не захотел выходить с парашютом, ну, соответственно, в дверь самолета. У нас был очень большой выпускающий, он был примерно 2-10 местор ростом, у него были огромные усы, он был старшим прапорщиком. И он этого товарища, он его просто вот так вот взял за шкирку, вот так вот просто оттуда вот так аккуратненько выкинул из самолета, после чего этот боец первым всегда прыгал быстрее всех. Часто аббревиатуру ВДВ расшифровывают, как войска дяди Васи. Герой СССР Василий Маргелов возглавлял ВДВ более 20 лет. Именно он сделал десантников такими, какими они являются сейчас. Благодаря Маргелову формой десантников стали тельняшки и голубые береты. Этот праздник для меня в первую очередь значит голубое мирное небо. И я очень сильно надеюсь, что в очень скором времени это небо снова станет мирным, потому что, как и все остальные воздушно-десантные войска, стоят крепко на страже рубежей Родины, и мы ее всегда сможем защитить, и всегда победа будет за нами. Враг будет разбит, потому что наше дело правое. Слава ВДВ, никто кроме нас. С братиком, братья! После короткого митинга была объявлена минута молчания в память о тех, кто не вернулся из боя. ЗВОНОК В ДВ Затем началась церемония возложения цветов. После окончания торжественной части под песню «Расплескалась синева», голубые береты отправились отмечать свой профессиональный праздник. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная бысть, а не сказка. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Отпраздновали день ВДВ и в Самарском парке Победы. Именно здесь установлен бюст командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. В парке прошли митинг голубых беретов и возложение цветов к памятнику. Своими эмоциями десантники поделились с нашей съемочной группой. Всего за пару лет одна из локаций в парке Победы превратилась в настоящее место силы для самарских десантников. Здесь рядом с главной аллеей установлен бюст Василия Маргелова, Героя Советского Союза, командующего войсками ВДВ. Свой профессиональный праздник крылатая пехота традиционно встречает на площадке рядом с памятником. В этом году здесь собрались не только ветераны этого рода войск, но и защитники с самого начала, выполняющие задачи специальной военной операции. Хочу пожелать самое главное здоровья, потому что его не купишь, как говорится, чтобы от мину уберегло, от всех напасти, чтобы дома всегда все было хорошо, чтобы дети были здоровы. В любом случае победа будет за нами, так что я за это не переживаю. Профессиональный праздник традиционно начался митингом. После десантники возложили цветы к бюсту Маргелова. Голубые береты ласково называют его батей, ведь именно Василий Филиппович установил те стандарты, на которые сейчас равняется современное поколение десантников. Как мы все знаем, в 1930-м ВДВ только-только началось, и поднял воздушно-десантные войска наш батя, десантный батя, генерал армии Маргелов. Последние пару лет День воздушно-десантных войск важен особо, потому что на данном этапе наши пацаны там выполняют задачи. Нет задач невыполнимых, есть воздушно-десантные войска. История войск дяди Васи Василия Маргелова берет начало на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем. Впервые в истории для выполнения тактической задачи 12 солдат десантировались на парашютах. После всего за 10 лет эксперимент с 12 десантниками перерос в полноценную операцию по захвату аэродрома Шауляй в 1940 году. С 63 самолетов парашютным способом десантировались 720 человек крылатой пехоты. Был захвачен стратегически важный объект. Со времен Великой Отечественной войны эти войска продолжают совершенствоваться и проявляют героизм уже на современном поле боя. Дорогие братья-десантники, от всей души поздравляем вас сегодня с нашим днем. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все у вас срасталось, все у вас было хорошо. Как всегда, мы перед те родины, никто кроме нас. Если что-то, не дай бог, произойдет, мы все готовы встать в строй. Слава ВДВ, никто кроме нас. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил качественно новый уровень развития предприятий региона, вышедших из-под иностранного управления. Сразу пять крупных ведущих компаний – АвтоВАЗ, Электрощит, Самарский металлургический завод, Самарская кабельная компания и Роберт Бош Самара – из-за санкционного давления со стороны недружественных стран перешли в российскую юрисдикцию. Под иностранным управлением в последние годы они снизили свою эффективность работы, что сказывалось не только на экономике региона, но и на экономике России. Поэтому в сложившейся жесткой ситуации были предприняты все необходимые меры, чтобы эти ведущие предприятия, где были иностранные собственники, стали российскими, отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что такая возможность появилась благодаря специально принятым решениям президента Владимира Путина. Переход предприятий в собственность российских компаний позволил нарастить объемы заказов и выпуска продукции, а также запустить масштабные инвестиционные программы. К примеру, АвтоВАЗ в январе-июне этого года выпустил уже более 120,5 тысяч автомобилей, а в планах до конца года чуть больше 401 тысяча. При том, что за весь 2022 год – 220 тысяч. Объем производства за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился более чем на 40%. Представители областного общественного штаба независимого наблюдения за выборами с рабочей поездкой посетили Новокуйбышевск. Общественники познакомились с работой местной территориальной комиссии города, пообщались с активными горожанами, которые будут наблюдателями в дни голосования, а также участвовали в обучающем семинаре для членов участковых избирательных комиссий. Подробнее в нашем сюжете. Рабочее место Татьяны Гараевой находится рядом с избирательным участком. Женщина хочет исполнить свой гражданский долг в первый же день голосования – в пятницу. А потому решила открепиться от своего избирательного участка, чтобы иметь возможность проголосовать рядом с работой. Эта процедура заняла несколько минут. Для меня удобно, потому что работаю здесь рядом. Поэтому мне удобно. Такие заявления от избирателей, которые хотят открепиться от своего участка и выбрать более удобное место для голосования, в Новокуйбышевске принимают с 24 июля на площадке территориальной избирательной комиссии. Здесь же проводят обучение членов участковых избирательных комиссий. В течение пяти дней более 600 человек получат новую информацию по семи направлениям, среди которых процедура голосования в помещении и на улице, подсчет голосов и работа с документацией. После чего закрепят полученные знания в игре репетиции, которая будет проведена по полной выборной процедуре. С процессом обучения также познакомились члены общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. У нас очень многие члены участковых комиссий, работают уже некоторые 15 лет и 20 даже есть лет. Конечно, у них огромный опыт, но все-таки у нас законодательство меняется, мы идем в ногу со временем. Общественники обсудили технологию мобильного избирателя. Процедуру открепления и выбора более удобного участка можно выполнить через свой аккаунт на портале Госуслуг. Проверили члены штаба по наблюдению за выборами и подготовку ТИКа к адресному обходу избирателей с целью информирования о предстоящих выборных кампаниях. Члены участковых избирательных комиссий будут ходить, можно сказать, в гости к нашим гражданам, к нашим избирателям и информировать их о том, какие выборы состоятся, потому что на многих территориях будут выборы не только губернатора Самарской области, но и выборы местного уровня. Они расскажут, где их избирать на участках. Они расскажут людям про систему мобильный избиратель. Они расскажут про возможность проголосовать в один из трех дней и предоставить всю необходимую информацию. Это очень важно. Также общественники провели встречу с активными гражданами Новокуйбышевска, познакомили их с работой штаба по наблюдению за выборами, рассказали о необходимости этой работы, о нововведениях избирательного законодательства, о потенциальных спорных ситуациях на участках. А также пригласили вступить в ряды независимых наблюдателей, чтобы избирательная кампания в городе прошла без нарушений процедуры. В любом случае, до конца августа мы приглашаем принимать участие в процессе обучения наблюдению. Это могут быть и представители общественных организаций, и представители, кстати, партий, которые подали своих кандидатов, если речь идет о высшем должностном лице региона. И поэтому, конечно, чем больше у нас будет компетентных, профессионально обученных наблюдателей именно по линии нашего штаба, и которые будут иметь соответствующее удостоверение от Общественной палаты Российской Федерации, тем, конечно, у нас выборы пройдут прозрачнее, тем они пройдут удобнее для жителей. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Перерасчет пенсии работающим пенсионерам, повышение утилизационного сбора, введение цифрового рубля и многое другое. В августе вступают в силу новые законодательные инициативы. Как они повлияют на жизнь россиян, узнала у экспертов Светлана Кудрявцева. В России появился цифровой рубль. Это главное навыло в финансовом мире страны. С первого дня августа вступают в силу большинство поправок, которые обеспечат работу платформы цифрового рубля. Ее оператором становится Банк России. Он будет следить за безопасностью переводов и их надежностью. Теперь национальная валюта будет существовать в трех ипостасях – наличная, безналичная и цифровая. Многие задаются вопросом, а зачем нужен цифровой рубль? Я могу так сказать, что откровенно гражданам цифровой рубль на самом деле не нужен. Цифровой рубль нужен в первую очередь государству, потому что это делает систему отслеживания денежных средств максимально простой и понятной. Например, произошла какая-то государственная закупка, допустим, государственный оборонный заказ. И государство с помощью цифрового рубля может, в принципе, отследить любую копеечку от момента ее выдачи первому самому генеральному подрядчику на уровне Москвы Министерства и до самого последнего физического лица работника и так далее, который эти денежные средства получил, например, от выполнения гособоронзаказа. Точных дат, когда начнется широкое внедрение цифрового рубля, не называется. В Центробанке считают, что граждане смогут начать им пользоваться через 2-4 года. С августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуально и зависит от пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Повышение не может превышать 3 баллов, а стоимость одного балла с 1 января этого года – 123 рубля 77 копеек. Значит, максимальная прибавка в этом году – около 400 рублей. Перерасчет производится автоматически. Пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. С 1 августа могут вырасти цены на новые машины, ввезенные из рубежа. Поскольку повышаются утилизационные сборные – легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в 1,7 или в 3,7 раза. Утилизационный сбор – это, по сути дела, единовременный платеж, который должно платить лицо, которое возит на территорию России новый автомобиль или не новый, поддержанный, с целью того, чтобы в последующем компенсировать государству его затраты на утилизацию данного автомобиля. И несмотря на то, что обязанность по оплате возложена на дилеров, на юридические лица, фактически все равно платят граждане, поскольку дилеры у нас автосалона повышают стоимость автомобиля, чтобы компенсировать свои затраты. На прежнем уровне останется размер утилизационного сбора. В том случае, если автомобиль вводится гражданином для личного пользования, это единственный автомобиль в течение года, и в течение года он не будет перепродан кому-либо. И объем двигателя должен быть не более трех литров. В августе закончится срок подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от призыва в армию. Речь идет о срочной службе. Данные заявления начали принимать с 24 июля, закончат 8 августа. И за этот срок сотрудники IT-компании должны подать соответствующее заявление через свой личный кабинет на сайте госуслуг. Их работодатель должен это заявление подтвердить. Либо если у граждан нет такого личного кабинета, то соответствующий список с указанием данного сотрудника может подать сам работодатель. Далее эти списки отправляются в Минцифры, которые согласуют их с Министерством обороны. Решение по предоставлению отсрочки от призыва будут принимать призывные комиссии в период с 1 октября по 31 декабря. С августа стартовал трехлетний эксперимент по телемедицине, когда пациент может получить онлайн-консультацию у врача и электронный рецепт. Пока в эксперименте участвуют 28 организаций, но их число может вырасти. Это не может быть первичной консультацией. То есть первый раз все-таки человека должен посмотреть, полечить доктор лично. В последующем уже как раз может проводиться онлайн-консультация, могут выписываться рецепты в рамках проведения этой онлайн-консультации, корректироваться лечение. Я думаю, что это будет достаточно удобно для жителей каких-то отдаленных регионов, в котором требуется, например, консультация, прием врача в поликлиниках, расположенных в центрах областных. С августа запускается система электронных российских виз для иностранцев. Заявление на такую визу можно будет подать онлайн не позже, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Сейчас в списке стран, гражданам которых будет доступна такая виза, 52 государства. В него планируют добавить еще три – Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Эта виза будет действовать в течение 60 дней, но давать право на нахождение в России только на период 16 дней. С 1 августа туристы будут платить по 100 рублей в сутки в минеральных водах. Позже такой туристический сбор начнут взимать в Санкт-Петербурге. Возможность введения курортного сбора устанавливается федеральным законодательством, но решение о введении сбора и его размере принимают регионы. По закону сумма не может превышать 100 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге туристический сбор планируют запустить с 1 апреля следующего года. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Цена квадратного метра в самарских квартирах и домах этим летом в среднем составляет 100 тысяч рублей. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья. Стоит ли ждать дальнейшего повышения, снижения или заморозки цен в ближайшее время, узнал Сергей Кизоркин. Купить квартиру в Самаре тем летом не проблема. Предложение на любой вкус. От однокомнатных квартир в центре и на окраине до коттеджей и таунхаусов. Однако не все горожане могут себе позволить улучшить жилищные условия. Не помогает даже ипотека. Если брать обычную нормальную квартиру, среднестатистическую, хотя бы даже в этом районе, то это слишком дорого. Даже во вторичках еще очень долго копить на первый взнос. Но это зависит от стоимости жилья. И от этого будет зависеть и то, на сколько лет брать ипотеку и среднемесячный платеж. Пока что я еще не могу себе этого позволить. Те квадраты, которые предлагают, а-ля там 46-42, и за них 8-9 миллионов. Ну, я считаю, это ненормально. Эксперты рынок жилья этим летом оценивают, как стабильные цены остановились на отметке в среднем по городу и по качеству жилья от эконом-класса до элитного на отметке в 100 тысяч рублей за метр квадратный. Очень много как раз таки сейчас тех, кто пытается успеть в последний момент еще воспользоваться выгодными условиями ипотечного кредитования для того, чтобы успеть приобрести квартиру. Будет ли снижение или повышение цен осенью и к Новому году, спрогнозировать достаточно сложно. Пока цены на жилье в Самаре, по оценке экспертов, заморожены, чтобы рынок недвижимости смог пройти этот сложный период. Продавцы ждут увеличения покупательской способности горожан. Правительство России планирует поднять зарплаты бюджетникам, предоставить финансовые льготы и субсидии определенным категориям населения. Строительные компании тоже не сидят сложа руки. Они предлагают потенциальным покупателям свои льготы. Например, компенсацию затрат ипотечных кредитов. На ближайшие год-полтора, а то и два недвижимость у нас перешла в разряд, наверное, роскоши. Потому что позволить себе покупать объекты недвижимости теперь посовременно по существующим ценам большинство населения, наверное, уже не сможет. Даже с учетом ипотечных программ. Самарцы покупают в основном однокомнатные квартиры эконом-класса на городских окраинах в новых микрорайонах. С парковками, детскими и спортплощадками во дворах, магазинами и социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Элитное жилье располагается в основном в Октябрьском, Самарском и Ленинском районах. Здесь условия комфорта соответствуют и цене жилья за квадратный метр. В некоторых жилых комплексах она может достигать 300 тысяч рублей. Сергей Кизуркин, Петр Поломеев. События. Сотрудники госавтоинспекции совместно с кикшеринговой компанией решили обучить жителей города правильному использованию электросамокатов. Поездки вдвоем на одном устройстве, нарушение правил дорожного движения и в целом небезопасное вождение – одни из самых частых жалоб на водителей средств индивидуальной мобильности. Вместе с самарцами тонкости правил дорожного движения изучала Елена Чернявская. Как обезопасить себя окружающих и не спортить себе, пусть маленькое, но все же путешествие на электросамокате? Об этом самарцам рассказали представители кикшеринга и сотрудники ГИБДД. Самые основные правила для людей, которые передвигаются на самокатах – это передвигаться на самокате одному, в обязательном порядке использовать средства защиты – это шлем, налокотники, наколенники. Управлять самокатом только в трезвом состоянии, передвигаться по дорожкам, по тротуарам и при переходе проезжей части обязательно нужно спешиваться. Средства индивидуальной мобильности самарцы стали эксплуатировать чаще. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, пользоваться услугами кикшеринга можно только с 18 лет. При этом нельзя ездить на одном самокате вдвоем и выезжать на проезжую часть. Также стоит помнить, что весь прокатный транспорт отслеживается. Нарушителей ПДД так или иначе найдут? Наш сервис в городе Самаре представляет чуть больше 2000 самокатов. Каждое из этих транспортных средств оснащено системой свяжения. И мы знаем, где самокат находится, кто на нем едет, с какой скоростью. Можем при необходимости снизить скорость в тех зонах, которые являются зонными безопасностями. И там по соглашению с администрацией скорость должна быть снижена. Можем в тех зонах, где запрещена эксплуатация самокатов. Такие зоны тоже согласованы. Можем выключить двигатели. Самокат не сможет передвигаться. Добраться до пляжа Виктория Водолазова вместе с дочкой решили на электросамокате. О том, что нарушают правила дорожного движения, даже и не подозревали. Мчались с ветерком, пока не остановила полиция. Так получилось, что мы с дочкой вдвоем на одном самокате, потому что она еще не уверена, им управляет и не была готова ехать одна. Ну а какая-то альтернатива была возможна? Дойти по жаре пешком. Но не всех электросамокатчиков останавливали за нарушение. Одного из водителей средств индивидуальной мобильности полицейские похвалили за правильное использование самоката. Владею самокатом более двух лет. Знаю о том, что наконец-то запретили ездить по проезжей части. Это очень супер. Меня это самого радует. Классно, что начали слышать самокатчиков о том, что начали делать съезды до них. Дорожки выделены. Вот это супер. И самое кайфовое, что есть ограничения по скорости. Вот это очень круто. С начала сезона сотрудники ГИБДД продолжают фиксировать ДТП с участием электросамокатов. Организаторы акции надеются, что эта статистика не будет расти. В конце рейда автоинспекторы еще раз напомнили, что при передвижении на электросамокате, особенно в темное время суток, нужно иметь на одежде световозвращающие элементы и использовать защитную экипировку. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Вялость, сонливость и плохой аппетит. Как распознать солнечный удар и обезвоживание у четвероногих и чем можно помочь домашним питомцам в жару, расскажет Ксения Баканова. Как спастись от жары человеку, давно известно. Кто-то привык есть мороженое или отдыхать под кондиционером. А для кого-то лучший способ – искупаться. Кстати, речь не только о людях. Некоторые собаки никогда не могут преодолеть свой страх к воде. Однако эта история не про Марту. Полторы недели назад она самостоятельно поплыла. Теперь от этого занятия собаку не оторвать, рассказывает ее хозяйка Людмила Светова. Хотя раньше собака заходила в воду редко – лапы помочить. А вот кошка Ксюша и кот Бакси скрываются от жары дома. Любят поваляться в ванной, растянуться на подоконнике или отдыхать под кондиционером. Иногда коты и кошки требуют свободы, рассказывает хозяин пушистых Никита Витоха. Конечно, ему это доставляет немало хлопот. Но чего только не сделаешь ради любимых питомцев. Очень любит еще у меня кот выйти в подъезд, там поваляться, там у нас плитка. Ему, видать, прохладно, просто вообще в грязи вот этой пыли вывозится. Но после этого в любом случае идут уже водные процедуры, потому что он получается очень грязный, пыльный, без этого никуда. Еще один способ справиться с жарой. Два-три раза в неделю вычесывать богатый мех четвероногих. Он помогает кошкам в терморегуляции. Если шерсть полностью удалить, станет только хуже. Кошка не только не почувствует облегчения, но и сможет заработать солнечный ожог и проблемы с кожей. От процедуры не все пушистики в восторге. Давай бока, Бакси, бока. Поэтому волос больше всего. По словам специалистов, жара негативно сказывается на здоровье домашних питомцев. Они становятся вялыми и уставшими, не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в этот период хозяевам следует более пристально следить за их состоянием. Чем меньше живот, тем больше он подвержен риску. Но, как правило, тепловые удары и тоннель случаются именно на открытом воздухе. Если у вас животное не находится в закрытом помещении, где есть доступ прямых солнечных лучей, то ничего страшного случиться не должно. Животное, которое испытывает перегрев, легко узнать по следующим признакам, рассказывают специалисты. У него появляется отдышка, покраснение ушных раковин и вязкая слюна. При появлении этих симптомов животное нужно сразу перевести в прохладное место и напоить. Если состояние не улучшилось, обратиться к ветеринару. В жару главное – обильное питье. В поилке у питомца всегда должна быть свежая вода. Что касается прогулок, то их лучше перенести на более прохладное время суток. Например, на раннее утро и поздний вечер. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Состав футбольных крыльев советов пополнил 18-летний защитник Алексей Лысов. А самарские спортсмены завоевали целую россыпь наград на первых летних играх сурдлимпийцев. Мы вместе спорт. Подробнее в нашей специальной рубрике. 18-летний защитник Алексей Лысов – новый игрок крыльев советов. Контракт с футболистом заключен на 4 года. Лысов – воспитанник московского локомотива. На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. За самарскую команду он будет выступать по 33-м номерам. Также Алексей – игрок юношеских сборных России. На его счету 9 матчей из национальной команды разных лет. В Уфе на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе спорт» стали известны результаты соревнований по полевой стрельбе. Самарец Борис Добников в составе сборной команды регионов Российской Федерации выиграл 3 медали. Серебро в мужском турнире в дисциплине 10 метров – пневматический пистолет и две бронзы в парных соревнованиях. Также в Башкирии на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе спорт» спортсмены 63-го региона завоевали награды в турнире под зюдо. Дмитрий Белобородов завоевал золото весовой категории до 60 килограммов, а Мила Слепышева – серебро весовой категории до 70 килограммов. Еще одним победителем летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе спорт» стал самарец Виталий Кузьменков. В соревнованиях по греко-римской борьбе он завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 82 килограммов. «Мы вместе спорт» – это международные соревнования, проходящие на 13 спортивных площадках Уфы. В них принимают участие более полутора тысяч спортсменов из 30 стран. Медали разыгрываются в 21 дисциплине. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале промышленного района предлагают пройти опрос «Оценка качества услуги по вывозу твердых коммунальных отходов». Опрос полностью анонимный. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Один из вопросов – знаете ли вы телефоны, по которым можно обратиться в случае перебоев с вывозом мусора? Опрос доступен по опубликованной ссылке в телеграм-канале промышленного района. Если вы не знаете, где ваш избирательный участок, найти его поможет сервис информирования об избирательных комиссиях и комиссиях референдума, говорится в телеграм-канале железнодорожного района. Адрес необходимо выяснить заранее. Он пригодится не только для голосования. С 30 августа в УИК можно подать заявление о голосовании по месту нахождения, а также уточнить, есть ли вы в списке избирателей. С 31 августа УИК принимает заявление о голосовании на дому. Подать заявку можно в том числе и по телефону. У россиян появилось бессрочное право на кредитные каникулы. Раньше предполагалось, что оформить их можно будет только до конца текущего года. В телеграм-канале Красноглинского района сообщают, что новые условия вступят в силу с 1 января 2024 года. Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволят заемщику избежать банкротства, а кредитору снизить риск невозврата кредита. Напомним, что кредитные каникулы по ипотеке уже применяются на постоянной основе. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин